Одесская Барби Она появится в куклу и сегодня впервые на украинском телевидении. Она появится здесь в студии ток-шоу «Говорит Украина». Здравствуйте, я Алексей Суханов. Наши зрители знают вас не только как Одесская Барби, но знают вас еще как Аматуэ. Аматуэ – это мое духовное имя, которое я узнала в медитации несколько лет назад от своего высшего Явы. Со времени нашей последней встречи вы успели записать видеообращение к землянам. Давайте посмотрим сейчас, друзья, на экран. Я Аматуэ. Топельцин. Покальватан. Веракоча. Тара. Навихия. Цель моей жизни – прийти сюда для того, чтобы помочь людям осознать, что нужно переходить со стадии «человек-потребитель» в стадию «человек-полубог». Я есть все. Все есть любовь. Любовь есть Бог. Скажите, пожалуйста, зачем девушке, которую сравнивают с куклой Барби, приклеивать себе бороду? Вы зачем там с бородой? На самом деле это была очень креативная съемка. Я хотела показать, как я выглядела очень много веков назад. Я была мужчиной. Ну, это было еще во времена Атлантиды, то есть это где-то после падения Атлантиды, где-то 600-700 годов до нашей эры. Вы до сих пор, до последнего времени утверждали, что вы прилетели к нам с Венеры. Но в последнее время вы немножко откорректировали свое местопроисхождение и теперь говорите, что вы созвездие Плеяд. Наверное, вам это не в паспортном столе сказали, да? Как вам удалось это выяснить? Конечно же, за все время моих духовных практик я вспоминала очень многое, что со мной происходило до того, как я попала на эту планету. Естественно, я вспомнила и Венеру, потом я вспомнила Плеяды, но после этого всего я поняла уже, что на самом деле не важно, откуда ты. Важно, что ты воплощаешься на разных планетах, в разных телах для постижения опыта. Сейчас я не могу сказать, откуда я. Я просто вселенское существо, как и все мы. Скажите, откуда вы обо всем этом узнаете, о ваших прошлых жизнях, к примеру? При помощи внетелесных путешествий. Когда я стала практиковать, я могу выйти из тела, попасть в прошлое, в будущее, в параллельной реальности, в прошлой жизни. То есть оттуда я черпаю всю свою информацию. То есть во сне? Да. Ну да, через сон тело спит, а в этот момент мой дух путешествует вне тела. Слушайте, это замечательная, кстати, форма путешествий. Можно экономить деньги таким образом. Скажите, а вот, наверное, не каждый бы человек на самом деле решился рассказывать вот о таких своих путешествиях. Вы не боитесь, что вас назовут сумасшедшей, к примеру? Ну, я это все пережила, наверное, лет в 12, когда я только начала это очень усиленно практиковать, и всем об этом рассказывала с очень сильным вдохновением. Меня смотрели как на дурочку, крутили пальцем у виска и говорили, наверное, у нее жизнь очень скучная, что она летает где-то во снах. Но ведь вы не дурочка. Ну, об этом судить не мне, конечно, а другим людям. Значит, Саша, вот оцените образ. Красивые девушки с бородой. Вот я когда говорю о фотографии или о каких-то творчестве, у меня есть такое определение формы образования. Вот в мире все состоит из формы и содержания. Принимается, да? Формы и содержания. Это чистая форма образования. Тут змея, тут борода. Это так, чтобы все побежали смотреть, а типа, а что говорить? Ну, говорить никто не слышит. Знаете, вот есть Фаина Раневская, не надо ее смотреть, надо услышать фразу. И все понятно. Это гениальная женщина. А тут нужен образ. Фаина Раневская, возрасте Валерия. Ну, просто я как раз по поводу возраста, потому что я понимаю, что в 12 лет желание шокировать объяснимо. А сколько вам сейчас лет? Ну, по земной жизни. А это не имеет никакого значения. Важно внутреннее настроение. Это чистая форма образования. Больше за этим ничего нету. Просто форма образования. А почему вы не думаете о том, что проецируя негатив вовне, вы получаете его внутрь? Почему люди не могут быть добрыми? Почему они не могут воспринимать тех людей, которые от них отличаются? Нормально. Где же ваша толерантность? Подождите, одно дело мы здесь сели перед... Почему вы пытаетесь обсуждать людей, если они отличаются от других? Разве это плохо? Вы представьте, как было бы скучно жить, если бы все люди были похожи. Мы бы уйдали от скуки. Но в том-то и парадокс, что очень многие люди хотят быть похожи именно на вас. Но я же не виновата в этом, что вот я им так понравилась. Лера, а почему вы скрываете свой возраст? Я свой возраст не скрываю, просто я не вижу смысла его озвучивать, поскольку для девушки это абсолютно не важно. Главное внутреннее состояние, то, насколько она выглядит. Итак, вы утверждаете, что вы уже не единожды рождались, вы не единожды умирали. Как и все мы. Мы просто об этом не помним, но это на самом деле так. А вот с вами сколько раз это уже происходило? Это очень много раз происходило. Точных реинкарнаций, я помню, около 20-23, где-то так. Ага. А вы еще говорили, что вы путешествуете и переледаете с планеты на планету. Да, в Астралии. Сколько планет вы уже посетили? Очень много. Ну, наверное, порядка 50-60 планет. Вы сейчас серьезно? Конечно, серьезно. Я абсолютно не боюсь этого. Я не боюсь, что у меня существует сумасшедшая. Потому что вы свои фантазии с таким серьезным подаете, что дети могут начать верить вам. Это не фантазии. Так пусть они попробуют. Попробуйте вы. Она не хорошее. Докажите, пожалуйста, как вы были на этой планете. Я ложусь, делаю определенные техники, выхожу из тела. При помощи мысли я за секунды попадаю на какую-либо планету и общаюсь там. Виталина, как вы себя чувствуете в этой компании? Я вот смотрю на Валерию, мне кажется, что вы большая сказочница, я вам бы книжечки писать. Спасибо большое. У вас большая фантазия. Я говорю с точки зрения своего внутреннего мира ощущения. Я не говорю, что этого не может быть. Естественно, я пришла в первую очередь заниматься самопознанием. Но когда я действительно узнала очень многие вещи, я поняла, что все мы едины. И не помогать другим, и не давать ту возможность, которую я получила, уникальную, астрал — это окно в бесконечность. И не показать людям то, что я знаю, это просто свинство, я считаю. Итак, наша сегодняшняя героиня побывала на многих планетах, как она утверждает, а слава ее дошла уже и до Китая. Внимание на экран, друзья. Значит, это мультфильм, который китайцы посвятили украинским Барби, и, в частности, вам. Как о вас узнали в Китае? Не знаю, как они обо мне узнали. Многих людей просто, их заботит вообще тот факт, что почему, если я за собой слежу, и я практикую внетелесные путешествия и духовное развитие, то это что-то несопоставимое. Это нормально. Как инь и янь, монада должна быть целостной. Развивать одновременно и духовное, и, естественно, физическое начало. Они этого не понимают, они прикалываются с этого. Лена, мне интересно, почему для своего такого образа вы выбрали именно красотку Барби, а не, к примеру, невесту Шрека, зеленую Филону. На самом деле, я ничего не выбирала. С детства мне нравились белокурые длинные волосы, подобный яркий макияж, яркая одежда. Мне постоянно приписывают какие-то образы. Сначала я была тупоголовая блондинка, потом содержанка, теперь кукла. Что будет дальше, я не знаю. Но я на это смотрю все с юмором. Но просто вы же знали, наверное, когда выбирали этот образ себе, что Барби это синоним... Ну, подождите, но вас сравнивают с Барби, вы похожи на Барби. Ну, это же проблема тех людей, которые сравнивают. А Барби это синоним тупочки вообще. Нет, если честно, я не считаю, что я на нее похожа абсолютно ничем. Может быть, только цветом и длиной волос, не более того. А вы себя со стороны видите? Я на себя постоянно любуюсь, если честно. А, вы любуетесь собой? Да, конечно. А зачем же я тогда делаю это все? Вы когда смотрите, вы смотрите эти шоу потом по телевизору? Где я участвую? Да. Ну, разумеется, конечно. Вам нравится ваш образ, текст, слово, тембральные составляющие? Естественно, есть моменты, которые мне не нравятся, над которыми я работаю. И было бы странно, если бы мне все нравилось. Вы закрыто, всегда закрыто. Это вам так кажется, вы меня просто не знаете. На самом деле, я очень даже открыто. Я говорю, вот все, что думаю, то и говорю. Я имею смелость быть собой и не бояться что-нибудь там ляпнуть. Я все говорю, что на духу. Итак, внимание на экран, друзья. Как и одесская Барби, Ксения Кассияна и Александра Баландина из Днепропетровска с детства увлекались астрологией, эзотерикой, путешествиями во сне. Обе девушки резко негативно относятся к алкоголю и курению. Много времени уделяют своей внешности, но не забывают и о духовном развитии. Стараются как можно больше читать и медитировать. Встречайте, пожалуйста, Ксения Кассиян и Александра Баландина из Днепропетровска. Скажите, пожалуйста, а вы тоже путешествуете по планетам? Ну, я вижу осознанное сновидение. И где вы бывали? Вы слышите меня? Да, я слышала. Где вы бывали? Ну, мне приходила некая информация. Откуда? Ну, как, от высшего я. И что вам говорила высшее я? Ну, много чего она говорила. Это информационное поле. А когда первый раз к вам пришло ваше высшее я? Вы слышите меня? Давайте я тоже. Да, прошу вас. Вы расстроены чем-то? Да нет, просто как-то мне важно себя чувствовать. Боже мой. Давайте с вами поговорим. Вы, когда вы осознали, что к вам тоже высшее я обращается? Ну, насчет высшего я не знаю, но у меня были неоднократно осознанные сновидения. Ну, у меня не было таких больших путешествий, вот как у Валерии, что она путешествует на разные планеты, там, по миру. Я так не могу. У меня получалось просто выходы даже в свою квартиру. Но все равно я ощущала свое тело. Допустим, лежишь в кровати, можно поднять свои руки, их чувствуешь. Они вот есть, но просто их не видишь. С помощью специальных техник можно выйти, покинуть как бы свое тело. Но тоже там есть специальные техники удержания в этом состоянии. Это очень сложно. А у вас есть молодой человек? Есть, он в зале. Как его зовут? Евгений. Женя, где вы? Жень, вот я сейчас на себя перелагаю, уж извините. Очень так приземленная абсолютно точка зрения. Вот я, к примеру, просыпаюсь, значит, и хочу обнять свою любимую. И я ее вроде как обнимаю, но тут у меня мысли, что она на самом деле вышла. У вас нет такого ощущения? Это то, что, к примеру, Саша сама себе представляет. То есть у нее есть определенный внутренний мир, который во сне она может проецировать. И, к примеру, тот же выход из тела, это просто ее фантазия на тему каких-то новых ощущений. А Аматое как-то повлияло на это, как вы думаете? Возможно. Саша, допустим, ей очень интересуется. Да? Каким образом? Не знаю. Возможно, новости просматривают. А у вас Аматое что, информационная служба на сайте? Ну, ВКонтакте есть такая функция, как новости. Если человек находится в друзьях, и каждый день заходишь, там что-то всплывает. Заходишь, смотришь, что там кто написал. А как часто вы посещаете сайт Аматое? Ну, иногда заходим, Аматое пишет иногда полезные вещи, полезную информацию, которая помогает нам. Например? Советуют книги, допустим. Слушайте, почему вы себе избрали такие вот образы? Ну, во-первых, это не ежедневный образ. Мы не ходим так каждый день, мы не выглядим так ежедневно. Это как состояние души, можно сказать. Такой образ нам был интересен еще до того, как мы узнали о Валерии. Это интерес, ну, может, еще с детства. Может, просто потому, что нам нравилась кукла Барби, это как эталон женской красоты. Все-таки она красива. А, так нравилась кукла Барби? Конечно. И вам тоже? Ну, конечно. Каждой девушке нравилась кукла Барби. Виталине не нравилась. Возможно, не каждой, да. А вы всегда хотели походить на куклу Барби? Да, ну, как-то вот, в принципе, разноплановые образы интересовались. Ага, например. Даже естественный образ просто девушки с естественным макияжем. Это тоже... То есть Барби, как вы считаете, это естественный образ девушки? Я так говорю, что может и нравиться образ куклы Барби, а также параллельно с этим девушком может выглядеть естественно. Простите, то есть вы считаете, что вы сейчас выглядите естественно? Я говорю, что сейчас я в образе. Но также параллельно у меня есть какая-то личная... Ну, как есть фотографии ню, да? А есть фотографии... Ну, ню фотографии у меня нету таких, к сожалению. Красивая девочка с умытыми глазами, губами, без коррекции, с нормальным цветом волос. У вас есть такие фотографии? С нормальным цветом волос. Ну, хорошо. Без косметики. Нет, такие фотографии я просто не вылаживаю в сети, не считаю, что... Это ведь вы, вот, да, сейчас? Да, это я. Вот, знаете, есть такая часть шоу, да, вот, когда девочки пришли сюда, и вот они нарядились для шоу. Вот они пришли в телевизор, и поэтому вот тут напялили на себя вот этот образ. Может быть, дома ходят как-то попроще. Алексеич, почему смеетесь? Где вы их находите? Вообще-то граждане Украины. Которые иногда путешествуют по планетам. Прекрасно. Это, вот, мне все кажется, вот, какой-то ходячий комплекс неполноценностей. Ну, хочется живых людей. А вы любите себя ненакрашенную? Да, конечно. Вы к этому, естественно, относитесь, что вы можете... Да, конечно, и так. Это ваш образ, в котором вы иногда живете. Как театральный образ. Хорошо продуманный макияж, хорошо продуманная одежда. Вы одеваете его на себя и чувствуете себя куклой Барби. Ну, да. А можно я задам вам тот же вопрос? Вы себя любите, когда вы без макияжа? Ну, я вообще прилетела полностью без макияжа и накрасилась уже здесь. Куда прилетели? Естественно, в Киев. А, в Киев. В Одессе вообще без макияжа. Я очень часто хожу без макияжа. Вы себя принимаете такое без макияжа? Я обожаю себя без макияжа. Эдгард. Я работаю на планете Земля. Я хочу сказать, что если мы посмотрим на девушек, четко видно пропорциональность, стараемся, да, там 90-60-90, то есть акцент на бюсте. Если это брать лицо, это обязательно скулы, это тоненький носик, это губы, это акцент на глазах. То есть, как бы вы ни говорили о духовности, но акцент на внешности, он 100%. А как вы думаете, кстати, Эдгар, а Матую приходилось себе прибегать к помощи пластических хирургов? Если смотреть внешне, то лицо, оно эффектное, но оно не пропорционально. Если брать определенные черты лица, то без пластического хирурга, вряд ли здесь обошлось. Возможно, это работа визажиста, или вы так поработали с мейкапом. Лера, вы позволите пластическому хирургу подойти поближе и рассмотреть вас? Пластическому хирургу. Ну вот, Эдгара. Позволите. Будьте добры. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на лицо Леры. И если... Я сказал, посмотрите, они усаживаются. Посмотрите, пожалуйста, Эдгар. Они сидят с незимными прекрасными созданиями. Вы плохо знаете Эдгара, Элитарина. Значит, вот посмотрите. Трогать нельзя. Давайте без этого. Нет, ну лучше, конечно, не трогать. Ну вот посмотрите, что именно было исправлено, возможно, пластическим методом? Ну, если говорить о лице. Да. Вот. Есть вопрос по поводу носа. Так, нос. Что дальше? Ну, с носиком вы согласны? Нет, конечно, я не согласна. Мне просто интересно, что вы еще скажете. Ну, есть вопрос по поводу скул. Но, опять-таки, здесь манька. А вот у вас вот это вот, по-моему, шрамики на носу. Это что это? Нет, космическая операция. Шрамики? Посмотрите, вот с этой стороны. Это у меня вообще-то пирсинги с этой стороны. А, а здесь? Ну, тоналка не размазывалась, возможно. Вы меня прям так под лупой рассматриваете? Так интересно, когда еще с неземной ты с женщиной посидишь? С женщиной. Вообще-то, пока что девушка. Даже искушенный пластический, лучший пластический хирург Украины подсел. Представляете, как это должно быть? Если анализировать вашу фотографию в интернете, а их много, то внешность очень изменена. Ну, я очень сильно похудела. Я думаю, как пластический хирург, вы знаете, что когда человек худеет, у него нос тоже худеет. Это знают все. Нет, ну, понятное дело, но все равно, ну, немного худеет нос, это определенный факт. Скажите, а вы ведь себе ребра еще вытаскивали, так? Вообще все ребра вытащили, но теперь уже сижу еле-еле, скоро упаду. Нет, ну, серьезно. Об этом же пишут в интернете, что вы себе ребра вытаскивали. Пусть выйдет моя мама, в конце концов. Может быть, тогда вы поверите. Надеюсь, вы мою маму уже не будете в таком абсурде обвинять. Буквально через несколько минут сюда выйдет мама Валерии, которая к своему возрасту тоже рискнула изменить жизнь, буквально с ног на голову все поставить. Значит, давайте сейчас продолжим все-таки тему диеты. Да, спасибо, Эдгар. Значит, то, что вы говорили по поводу того, что вы едите. Внимание на экран. Многие почему-то считают, что я сижу на диете для того, чтобы быть красивой. На самом деле у меня цель перейти на пранопитание, то есть на неедение. Поэтому я и сокращаю. Вот 6 лет уже иду к этому и постоянно сокращаю порцию. Поскольку я не просто верю, я знаю, что человек без еды может существовать. И я докажу это всем своим примером. То есть вы всерьез уверены, что правильное питание – это неедение? Ну, то, что правильное питание – это не для людей, конечно же, не для масс. Это для тех людей, кто стремится что-нибудь постичь выше. Просто многие люди очень любят покушать. Для них это целый ритуал. Они садятся перед сериалом, накрывают себе на стол. А я, например, получаю такое уже удовольствие в Астрале, когда я занимаюсь в тренажерке, качаюсь. Так вы там обедаете? Нет. Я очень мало сейчас действительно ем вообще. Как выглядит ваш завтрак, обед и ужин? Ну, у меня всего один раз. Вот я ем одну порцию, как бы где-то 4-5 часов вечера. Потом, если у меня была тренировка, я выбиваю протеиновый коктейль. Я делаю себе смузи из овощей и фруктов. Так, девочки, а вы как едите? Какой у вас завтрак, обед и ужин? Ну, мы на вегетарианстве. Оксана, как вы к этому ко всему относитесь? Как диетолог? Лера, конечно, может делать все, что она захочет. Она может переходить на солнечное хорчевание. Но в данном случае это не фізиологическое хорчевание. И когда девочки начинают хорчевать вот таким образом, во-первых, сповильняется обмен речевин, порушивается обмен речевин, а с этим девочкам еще нужно будет народжировать детей, вести здоровое життя. Но пропагировать такое хорчевание, я считаю, что это неправильно. Эдгар, планируете ли вы родить ребенка в будущем? Конечно, планирую. Да, конечно. И какую веру вы будете пропагандировать для детей? Ну, я не считаю, что это у нас вера или какая-то религия. Абсолютно обычная и нормальная. Вы так воспринимаете, как будто мы какие-то люди с другой планеты или у нас какая-то странная религия. Нет, все как у людей. Ну, значит, вот Аматое, ведь вы же уже замужем. Да. А вы хотите иметь детей? Нет. Почему? Зачем имя нужны? Я хочу себя развивать. А вы не думали никогда о том, что ребенок поможет вам развивать себя? Да. Это опыт, который вы хотите приобрести. Нет, если бы я так хотела, я бы, естественно, завела детей. Просто я чувствую, что меня к ним не тянет. Просто не заводя детей, вы остаетесь в возрасте до взрослого. В возрасте 12+. Действительно, мне нравится такой возраст. Я себя действительно ощущаю подростком всегда. И мне это безумно нравится, если честно. Это говорит Украина, друзья. Итак, вирус Барби, который распространяется благодаря одесситке Валерии Лукьяновой, дошел до Днепропетровска. Но, как выяснилось, этим вирусом могут заразиться не только девушки. Внимание на экран. Своё сходство с кукольным кеном 19-летний Андрей Болдарь из Луганской области обнаружил меньше года назад. После этого его жизнь круто поменялась. Он бросил работу и перекрасил волосы. В создании нового имиджа Андрею помогала лично Валерия Лукьянова. Именно она посоветовала парню сделаться блондином, считая, что этот цвет волос ему больше идет. Итак, встречайте, пожалуйста, в прошлом комбайнер, а ныне украинский кен Андрей Болдарь. Можно я сразу скажу? Можно? Да. Мне кажется, в этом смысле лучше быть украинским кеном, чем украинским комбайнером. Вы что сейчас имеете в виду, Виталин? Быть комбайнером тяжело. Да. Это мужская работа. Да. Можно всю жизнь проработать, жена, дети, пеленки, денег нет, пиво, запил, умер. Ничего в жизни... Довольно короткий путь вы нарисовали. Ничего в жизни не повидал. А здесь такая возможность яркой, красочной жизни. Столько сразу внимания в шоу приглашают, программы про тебя снимают. Но с одной стороны правильный выбор. Андрюш, так как все-таки украинский комбайнер стал украинским кеном? Еще в детстве я начал играть в Барби, там, Кен Барби, вот. И, ну, я сижу сейчас в социальных сетях и выкладываю фотографии свои. Так. Многие оценивают и начали писать комментарии, что ты похож на Кена. Ага. Ну, вот. И так началось. То есть вам внушили эту мысль? Нет, не внушили. Ну, как бы, я замечал это, но у меня начали еще и писать это. Но почему вы идейным вдохновителем, вдохновительницей выбрали именно Валерию? Она идеал. Для вас? Да. Для всех, мне кажется. А в чем она идеал для вас? Лера очень красивая, очень добрая. Как вы с ней познакомились? Мы познакомились в социальной сети. И что изменилось в вашей жизни? Скажите, пожалуйста, а вот после, да, вот после того, что... Меня начали приглашать на многие съемки. Это ваша цель? Съемки чего? Ну, съемки, фотосъемки и ток-шоу всякие. Это ваша цель? Нет. А в чем цель вашей жизни? Цель моей жизни стать хорошим фотографом. А что вы для этого делаете? Я фотографирую людей. Перекрашиваете цвет? Нет. Вот, можно я? Да, хорошо. Ну, вы вот, как я понимаю. Я, знаете, вы знаете, молодой человек. Вот девочка должна по жизни петь и танцевать. Ну, это кое-как согласуется еще с этой задачей. Петь и танцевать. А мальчик по жизни должен работать. Ну, надо же бутерброд, там, колбаски какой-то заработать. Я работаю фотографом, я повторяюсь. Вы знаете, я вот в вас не вижу мужика. Вы чувствуете в себе мужика потом? Я вам должен сказать по поводу того, что вы мужика в нем не видите. Может быть, он действительно и субтильный молодой человек, а вследствие, возможно, еще и возраста и отсутствия вообще какого-либо житейского опыта, но этот мальчишка из Луганска проявил себя уже там. Вы знаете, что такое Луганск вообще? Понимаю, да. Он нашел в себе мужество показать себя таким, какой он есть там в Луганске. Мне кажется, это довольно мужественный шаг, Саш. Тогда вопрос к нему. Ты слышал такую фразу? Есть вот такая фраза «Красивый мужчина, не мужчина». Что за глупость? У меня есть девушка. Скажите, пожалуйста, Андрей, а вы видели настоящего Кена? Нет, в жизни нет. Не видели в жизни? Лера, а вы ведь с ним встречались. А я не считаю его Кеном. Да? Да. Вы не считаете? Но давайте все равно посмотрим, друзья, как же происходила эта встреча в Соединенных Штатах. Как вы встретились? Каким образом? Кто устроил эту встречу? Да я вообще прилетела дать интервью, но мне предложили с ним встретиться. Изначально я бы вряд ли с ним встретилась, но мне просто было интересно посмотреть ему в глаза после того, как он сказал, что я похожа на трансвестита. Я так подумала, что он просто обзавидовался тому, что я без операции похожа на Барби, а он бедненький, уже сделал себе 150 операций и все равно не похож на Кена. Но вы во время этой встречи все-таки не сдержались и вышли из своего образа, расхохотавшись. Мне просто было смешно, когда я его увидела, я не смогла сдержаться. А что, он такой смешной? Ну, не знаю, мне он показался очень смешным. Эдгар, он страшненький? Да. Очень, очень. Как вы считаете, надо ли Андрею сделать какие-то операции для того, чтобы стать похожим на Кена? Внешне, я бы наоборот советовал побольше есть и быть мужчиной. Мне кажется, этот образ, он будет более, не знаю, вужественным, сексуальным для девушек, нежели тот, который есть. Это не образ мужчины, тот, который он есть. Вот и все. Да, Саша. Извини, я тебя приглашаю на свой мастер-класс. Хорошо мозги вставляет. Добро пожаловать. И там ты научишься быть фотографом. Но сейчас я приглашу в студию, друзья, женщину, которая, имея уже довольно зрелый возраст, все-таки решила поменять свою жизнь. И именно ее можно назвать самым настоящим доказательством того, что вирус Барби действует еще и как эликсир молодости. Внимание на экран. Мама Валерия Лукьянова с годами все больше становится похожей на дочь. Как удалось достичь такого результата и зачем бывшему старшему прапорщику российской армии сходства с Барби? Давайте же узнаем у мамы Аматуи, у мамы Валерии. Встречайте, пожалуйста. Ирина, скажите, пожалуйста, вы тоже так же, как и дочь, умеете выходить в астрал? Да, я человек ищущий. Я считаю, что каждый может искать себе то, к чему стремиться. Вы стали искать, совершив свою службу в армии? Я вам даже это известно, хотя я просила это не афишировать. Да. А об этом пишут в газетах, об этом пишут везде. Впервые я вам об этом, от вас вернее слышу, впервые об этом от вас слышу. Я считаю, что это никак не связано с моим образом жизни, это связано только лишь с категорией духа. Это все идет, опять же, как говорит дочь, и мы в этом единомышленницы, что это идет труд души, труд духа, труд творческих исканий, и это просто путь себя. Ирина, скажите, а на сколько килограммов вы в последнее время похудели? Я держу свой вес, я держу свой вес. То есть вы не сбрасывали? Нет, совершенно, я просто придерживаюсь. В это время сбросилось. Я придерживаюсь, да, просто правильного питания. Подождите, но, Валерия, вы нам сказали, что ваша мама похудела значительно. Похудела, но это не сейчас произошло, это произошло еще года два назад, как минимум. А сейчас она уже держит свой вес. Да, но именно сейчас появилось очень много заголовков о том, что мама Валерии, мама Аматеи становится похожей тоже на Куку Барби. Я не знаю, почему именно сейчас, хотелось бы самим узнать, почему только сейчас. Ну, потому что, наверное, вы так очень успешно поддерживаете свой образ, свой бренд. Не знаю, не знаю, просто у меня недавно был семинар, и я выставила совместные фотки с мамой, может поэтому. Этот образ, он просто со мной, и все. Скажите, пожалуйста, ваша дочь нам заявила о том, что она сумела побывать на нескольких планетах. Где были вы? Я не была на планетах. Вы примитивно очень подходите к этому вопросу. Вот тот, кто ничего об этом не читал и, как говорится, не в теме, вызывает, может быть, смех, может быть, недоумение. Подождите, кто в теме тоже вызывает смех? Сильный смех. Что? У тех, кто в теме тоже вызывает сильный смех, слово «астрал», работа в «астрале». В самом грязном пласте. Не дошли до каких-то пластов. Вам нужно развиваться. Я не хочу ничего сказать. Все, спасибо. Я поняла. Вы сейчас это сказали одной ведущей оперной певице Украины. Нет, нет, все в порядке. Я просто, наверное, не в вашей теме, а в своей. Это нормально. Тот, кто летает, тот, кто знает об этом, тот скажет, в «астрале» люди не работают. Но это же просто теоретическое название. Например, я беру то, что я хочу. Это абсолютно научная точка зрения. Астрал – научная точка зрения. О чем вы говорите? Что за бред? С точки зрения науки существует одно явление – осознанное сновидение. Именно их и называют астралом, телесными переживаниями и так далее. Неважно, как люди называют. Явление существует одно. И оно не делится на какие-то грязные, высшие. То есть, в «астрале» можно работать только потому, что с «астрала» можно не вернуться. Туда можно уйти и не прийти. Кто вам сказал, что ты не вернулся? Я знаю несколько людей, которые просто уходили и не возвращались. Я не пришлю, и вам сказали, что они именно оттуда не вернулись. Хорошо, давайте забудем про астрал. Мы говорим про осознанное сновидение. Валерия, он занимается много лет, сидит и все нормально сидит. Но, извините, Валерия занимается не только астралом. В последнее время, поддерживая свое имя и свою персону, Валерия увлеклась другой любовью, друзья, к мадагаскарским тараканам. Внимание на экран. На своей странице ВКонтакте Аматуи сообщила, что у нее подрос новый выводок. И поскольку одна самка еще беременна, Барби предлагает одесситам взять на воспитание ее питомцев. Образ Аматуи с тараканами был столько неожиданным, что ей тут же предложили сняться фотосессии для модного британского издания. Все-таки это ваше новое увлечение или новый маркетинговый ход для того, чтобы действительно поддерживать свою славу и в интернете, и в средствах массовой информации? Поверьте, если бы я не любила этих прекрасных существ, я бы никогда в жизни ради никакого маркетингового хода с ними не связалась бы. Как вы относитесь к такому новому увлечению своей дочери? Я отношусь очень положительно, потому что это проявление доброты, заботы, терпимости, это просто любовь ко всему ближнему. Мне просто интересно. Вы говорите, вы себя ищете, ваша дочка себя ищет. Устраивайте семинары. Устраивайте семинары. Учьте других. Да, учьте других. Значит, вы дошли до этого уровня и сказали, что вот все должны так выходить в астрал. Правильно? Полагается. Нет. Я, во-первых, не провожу семинары. Я еще помогаю своей дочери. Да. Семинары проходят не так часто. Раз в году или раз в два года. Не важно. Почему вы пропагандируете именно астралы? Мы не пропагандируем. Люди сами просят организовать семинары. Сколько стоит билет на ваш семинар? 100 долларов. Так, давайте сейчас послушаем, друзья, чему за эти 100 долларов можно научиться. Внимание на экран. В этом мире все циклично. Весна, зима, прилив и отлив. То зеленая, то мертвая трава. Что же в этом мире здесь первичного? Значит, кто готов из вас пойти на такой семинар? Почему? Это тоска. Просто тоска вообще. Ну, человек тоскует. У нее нет жизни вообще. Она неизвестно, в чем живет. Она какая-то законсервированная. То есть вы не готовы пойти на такой семинар? А вы? Ни за что и никогда. Потому что вот я чувствую, что у нее вот те тараканы, что показали в голове у нее. Друзья, это говорит Украина. В мире находится все больше людей, которые стремятся быть похожими на так называемые талоны красоты. Есть ли среди них и те, кто хотят быть похожими на одесскую барби Валерию Лукьянову? Однако существуют и скептики, которые, собственно, подвергают каждый шаг и каждое высказывание о Валерии большим сомнениям и даже критике. Внимание на экран. Сайт Богини Орг от начала и до конца посвящен Атуи. Все разделы этого интернет-ресурса наполнены извительными, а подчас и оскорбительными высказываниями в ее адрес. Тут под микроскопом рассматриваются все фотографии и новости, связанные с образом, который создала Валерия. Итак, кому же все-таки она мешает? Кому она, если хотите, перешла дорогу? Давайте зададим эти вопросы нашему следующему герою, гостю, одесскому журналисту Андрею Архангельскому. Встречайте, пожалуйста. Андрей, так почему все-таки Валерия раздражает людей, как вы считаете? Есть определенная категория персонажей, которые, допустим, не имея определенного бюджета, пытаются как-то себя впихнуть в мир шоу-бизнеса. Они влазят в это информационное пространство. Вот этот сайт, это абсолютное зеркало того, что делает Лера. При всем при том, что... То есть они друг друга стоят? Абсолютно. Значит, однажды, Лера, будучи у нас на программе, вы сделали одно очень громкое заявление. Давайте посмотрим фрагмент его, друзья. А куда вы все-таки денетесь через пять лет? Я совершу квантовый переход. Я исчезну из этого мира без физической смерти. Просто буду пропавшей без вести. Значит, вам не будет жалко, если через... Это было два года назад, то есть через три года Лера совершит квантовый переход и все-таки уйдет туда к своим знакомым. Я отвечу так, что все ждали конца света, 21 декабря. Как же ваш духовный путь? Понимаете, обстоятельства изменились. И может быть, там, где она путешествовала, ей сказали, что ее миссия еще не будет. Слушайте, вам не страшно за дочь, которая на всю страну говорит о том, что через три года я совершу квантовый переход, и меня здесь больше не будет? Это право человека. Каждый из нас правит прийти в эту жизнь и уйти, как он пожелает. Это его индивидуальная жизнь. Это его путь. Вы реально верите, что ваша дочь может совершить квантовый переход и уйти? Вы знаете, ей было гораздо меньше лет, когда она только становление ее личности и пути шло. И она тогда хотела покончить жизнь самоубийством. У меня было лет пять таких, когда я именно была на грани просто фола, будем так говорить, что она мне говорила, мама, если меня не будет, не плачь, ничего, не делай, не волнуйся. Все будет хорошо. И мне получше, что любая мама меня поймет, что мне лучше, что она занялась своим духовными исканиями, практиками. И сейчас я разделяю все ее воззрения. Я вот смотрю на вас, честно говоря, я восхищаюсь. Вы такие две неземные глыбы, актрисы, без возраста, непробивные. Вам что, не скажи, все неправильно, и вы принимаете любое наше мнение как агрессию, хотя мы пытаемся разобраться. И для чего вам это надо, на самом-то деле? Почему вы не признаетесь, что это отличный переход? Вы нашли свою книжку. Почему вы не признаетесь? А в чем признаваться? В чем признаваться? Извините, мы на скамье подсудимых сейчас находимся? Что-то ток-шо уже меняет какие-то сферы. Вы говорите, что любите своих последователей. Что значит о суде кто? Люди искренне хотят узнать, насколько вы реальны. Почему люди считают, что нужно обязательно что-то насчет внешности? Валерия, можно я скажу? Почему всем интересно только внешность? Вы сейчас и проявили. Здесь все превратилось в базар, и вы на этот базар повелись. Я не повелась, я просто хочу узнать. Вы пришли сначала, такая духотворенная, такая высокая, неземная. И вот сейчас общество вас ввело в состояние базара. И вы на этот же базар начали базарить и точно так же вести себя. Внимание на экран, друзья, внимание на экран. Хотела бы вам сказать о том, чтобы мне давать комментарии по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще, что находится в черепной коробке, и вы пытаетесь мне рассказать о том, что все блондинки дуры, и то, что все красивые пустышки, я вам советую просто-напросто записаться в тренажерный зал и избавляться от своих комплексов. Меня, ваше мнение, не интересует насчет моей внешности. Если я попрошу высказаться, попросите. А так, что я выставляю свои фотографии, а вы мне пишете, нравится, не нравится, то мне наплевать на ваше мнение. Успокойтесь и спуститесь с небеса. Значит, вот так однажды Валерия ответила на все выпады ее критиков в интернете. Мне кажется, что это просто очень успешный проект. Но как лекарь, я могу сказать, что перед нами просто самые обычные люди смерти, которые хворят, которые имеют температуру, у которых бывает понос, у которых просто бывает так же, как и другие люди они чувствуют. А то, что они делают что-то в своем жизни, слава Богу, хвала, они молодцы. Так что давайте будем так, будем толерантнее мы. Это говорит Украина, друзья. Спасибо, что вы с нами будем толерантнее. Спасибо огромное.